Перед началом данного ролика, ребят, хочу к вашему вниманию представить очень крутой и очень интересный канал под названием Smile Games. На канале, ребят, куча разной халявы, разные конкурсы, розыгрыш, открытие кейсов. Лично я смотрю этот канал. Ребят, обязательно перейдите, подпишитесь, давайте поддержим начинающего ютубера. Ссылка в описании. Всем привет, ребята, меня зовут Кент АПК. И сегодня мы вместе с вами поговорим про будущее обновление. Так что, ребята, ставьте лайк, кому понравятся подобные идеи, потому что очень вероятно, прям очень вероятно, что если вы поставите лайк, разработчики поймут, что данные идеи приходят вам по душе, и тогда, ребята, их обязательно ведут. Так что ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну а мы начинаем. И самое первое в нашем списке обновлений, ребята, это добавить гранаты. Ну, чего-чего, но гранат явно не хватает, потому что уже, ребята, даже есть режим, в котором, в принципе, есть анимация этих же самых гранат, но их до сих пор не добавили в режим, например, командный бой. Я считаю, что это было бы довольно-таки неплохо и очень круто. Обновление номер 2. Это, ребята, возможность выдать бан игроку на 24 часа. Ну, например, на сервере 12 игроков, и если 11 из них проголосуют за бан этого игрока, то ребята просто-напросто его забанят, потому что есть такие дурачки, которые всем надоедают. Вот есть, согласитесь, да? Хотя бы 1 или 2 раза в неделю мы их встречаем. И было бы, ребята, неплохо их банить хотя бы на 24 часа, чтобы они выносили для себя определенный урок. Тут, ребята, без лишних слов. Добавить кнопочку импорт карты. Все уже знают, что это такое, то есть, кто еще в танке, кто не знает. Это, ребята, возможность добавить свою карту в игру Block Strike. Было бы неплохо. Ну, а дальше, ребята, довольно-таки интересное обновление. Это добавить статус. То есть, чтобы в этом статусе вы могли написать все, что вы хотите. Например, в этом примере Лорд Феникс, ребят, написал свой ВК. Ну, а можно, например, написать «Все хорошо». Можно написать «Мой любимый ютубер Кент АПК». Ну, и тому подобное. То есть, добавить статус. И наше следующее обновление – это, ребята, добавить возможность подбирать оружие с пола. То есть, ты убил противника, ты убил врага, подошел, подобрал его в ВП и все. И сэкономил свои деньги. Было бы весело. И было бы круто. Следующее наше обновление – это, ребята, добавить скорострельное оружие. Не знаю, как по вам, но как по мне, ребят, это было бы довольно-таки круто. Очень полезно. И самое главное – это оружие люди действительно бы использовали. Потому что сейчас, грубо говоря, ну, никто не использует никакое оружие, кроме Акаи Галила. А было бы третье оружие, которое бы на ближней дистанции просто бы всех умножало на ноль. Ну, и, ребята, наше последнее обновление на сегодня – это, ребят, добавить режим «Джайл». Конечно, я знаю, что это все будет довольно-таки тяжело реализовать, потому что вместе с ним надо будет добавить и голосовой чат. Но, ребят, кто играл в КС, тот не даст соврать, то, что этот режим был бы очень крутым и очень интересным, очень смешным. Можно было бы снимать кучу разных видосиков по поводу него. Кто не знает, ребята, посмотрите видео в Ютубе. То есть, там есть две команды, есть заключенные, есть полицейские. И полицейские как бы командуют заключенными. Ну, а заключенные должны поднять бунт. То есть, ребята, это было бы очень-очень круто. Ну что же, и на этом, ребята, наше видео подошло к концу. Пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях, какая идея вам понравилась больше всего. Это очень важно, потому что я буду читать комментарии. А также, ребят, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Ну что же, всем удачи и всем-всем пока.